всем привет народ пришел мне резцедержатель китайский такой вот вот это размерность ну или маркировкой можно назвать плода сменные кассеты наконец-то судя по всему я попал в размерах который мне необходим с третьего раза первый раз купил по своему как говорится и по своей невнимательности не разглядел что детали были из алюминия алюминиевый резцедержатель кассеты второй раз купил такого же типа но большой он мне был не подходили по высоте мне резцы не попадали в центр вот но и сейчас такой вот он маленький крохотный вот но зато судя по всему он как раз таки под мой станок подходит напомню станок у меня чешский вот но аналог 16 по размерам практически все этого 16 подходит так сейчас я вам покажу пока как он выглядит потом посмотрим на станке станок чтобы установить отрезать содержатель нужно будет немного доработать вот то есть там коротковата ось на которой вот он сам устанавливается изначально я хотел видео снять уже сделав это но что-то я боюсь что с моим с моей нехваткой времени я его просто вообще не сниму значит так давайте пока посмотрим на столе а потом перейдем к самку уже посмотрим как он будет смотреться на станке значит здесь что интересного то что в прошлом содержатель было вот здесь вот был такой пятачок и при зажатии он поджималась на саму кассету вот здесь же принцип по-другому сделан ну и как я понимаю это даже немного лучше вариант здесь поджима поджим идет к линиями то есть вот эти два клина когда мы вращаем вот они двигаются здесь есть скошена направляющая для этих клиниев но здесь аналогично под 90 градусов подрастаточные вот и по вот этой скошенной направляющей клин когда подымается то есть вот здесь у нас расстояние уменьшается то есть когда он отпускается он расширяется вот кассет одевается вот нехитрым способом вот ну и зажим соответственно ручку вернем для наглядности вот таким образом зажимается регулировка высоты все стандартно как у такого типа рессодержателей так брал я комплектом комплект можно сказать типичный вот комплекте но как-то немножко я не понял смысл в комплекте идут две кассеты с маркировкой 250 002 хотя по идее должна быть 250 001 1 2 250 002 у меня две почему-то не знаю почему отличаются они единственные тем что от 250 002 вот здесь вот есть небольшое углубление вот если видите вот здесь то есть сюда можно положить цилиндрический какой-то резец то есть или расточной или еще какой-то вот у 250 001 то есть у него все один в один то же самое но вот здесь вот этого углубления нету вот ну не знаю плохо или хорошо вот ну как можете заметить пока вот близко показываю полочка здесь достаточно тонкая толщине она у нас три с половиной миллиметра но чуть-чуть побольше до 35 три с половиной миллиметра чего вот ну по большому счету если бы я и предыдущего рессодержателя вот в этом была проблема что здесь было такое большое расстояние час я уже не помню сколько вот нужно было его сфрезеровывать если бы я фрезеровал тот рессодержатель ну в принципе осталось бы но думаю что не намного больше но поболее наверное чем здесь вот здесь же совсем немножко но у меня на станке резцы 10-миллиметровые вот сюда наверно можно даже зажать 12 до почти 14 13 7 то есть 12 можно зажимать 10-миллиметровые резцы это редкость чаще 12 попадаются в продажу так давайте посмотрим по комплектации значит сам рессодержатель потом вернемся к его конструкция сейчас пока так кратенько пробежим по наружности идет он такой вот площадкой в нее вернута шпилька шпилька на 10 и вот у меня как раз на станке подряд содержатель тоже шпилька на 10 площадка площадка наверное для крепления куда-либо 9 миллиметров может никого-то размеры заинтересуют 40 на 45 до 44 с половиной вот значит здесь на прижим идет гайка вот надо какую-то ручку делать это от поворотов зажим вот этой ручку уже непосредственно затягивание кассет осуществляется так это сам рессодержатель теперь по тому что идет какие кассеты тут наборен что идет с ним комплекте пришло кстати все вот такой коробочки достаточно все просто но каждая кассета и сам рессодержатель в индивидуальной упаковке поэтому ничего страшного так вот здесь вот все кассеты с нумерацией то есть 250 010 ну какая странная номерация по-моему какая другая другой номер у этой кассеты должен быть ну ладно пускай поверим как говорится написанному так 7 4 вот и 2 вторых то есть их комплекте идет 5 кассет 2 в моем случае одинаковых обычно как я уже говорил 001002 вот это вот она такая вот на вот дальше так 7 кассета для заживания отрезанных пластин то есть сюда вставляется пластинка зажимается зажимать может до 14 миллиметров вот наверное даже есть то чуть поменьше но это еще вывернется ну короче моя сам пас до 14 миллиметров углов пас не имеет то здесь 90 градусов в этом месте вот ну и небольшой клин следующий 1 2 открывать не буду одинаково кстати может быть в коробке лежит другая коробки маркировка одна нет такая же 250 002 тоже с пасиком кстати в каждой коробочке лежит такая бумажка с номером инспектор написано 05 такая мокрая печать стоит и брестодержатель лежал и в каждой упаковке но вроде бы как на заводе проверяется контроль качество какой то есть или контроль упаковки особенно следующую смотрим так здесь у нас такая двухсторонняя 250 010 тут можно зажимать резец 13 на 12 миллиметров лезут глубина у них восемь с половиной вот а с этой стороны у нее есть накатные ролики то есть можно делать накатку таким вот образом все в масле качество поверхности можете посмотреть все отшлифована так далее последний скрываем но последний это для расточных крестцов держатель тут мясо много 250 004 вот под резцы расточные 9 9 9 9 и 6 неужели не залезут резцы пользуюсь я такими вот резечками покупал комплект вот маркировка вот маркировка сюда он не лезет потому что он у нас 9 94 здесь нет приди должен есть интересно не лезет втулку я думал разожмет ну видимо нет ну наверное втулку надо протачивать на что разум какой-то неправильный то есть по идее он десятка должна у него вставляться нужно будет снять эту втулочку посмотреть ничего ли я там не заклинило потому что как-то странно по идее десятка должна вставляться ну вот этот 10 миллиметровый резец и никак он да даже не хочет ну то есть пол миллиметра не хватает ладно будем разбираться ну так теперь к самому резцедержателю так поближе давайте возьмем так с насчет клиниев в общем снизу таким образом выглядит у одного вот этого клина есть отверстие не знаю для чего она так пока я не понял второго нет вот и если вращать его тут видно подобие токарного патрона ну то есть кулачков да в общем вот так вот выглядят эти клинии сами клинии рабочие их области все шлифованы вот вот на как бы резьба вот эта самая она по-моему даже не фрезерована то есть она как отлита была не обработана никак вот ну вопрос только в том сколько они проработают вот ну и в общем внутри получается есть такой достаточно крупный винт который вращает рукоять перемещает наши клинии ну и соответственно устанавливая кассету получается что так она у нас ходит повернув рукоять этот клин опускается вниз и расклинивает кассета она мертва крепится фиксируется зажимается ну такой вариант мне больше нравится чем вот когда вот здесь такой вот план сончик вылезал ну как бы здесь можно разобрать эту втулку она вытаскивается а кстати у нее левая резьба точно забыл совсем вот в общем эту втулочку можно вынуть вытаскивается левая и достаточно крупная и собственно освобождается механизм этот вот такой вот здоровенный червяк но тоже не шлифована если даже шлифована вообще нет кстати достаточно неплохого качества поверхности вот эти вот боковые которые не как раз таки зубы вот эти толкают но если он даже отшлифован то после шлифовки его заворонили вот но не соответственно труд со временем свои места посадочные пока не видно и понятно так сейчас посмотрим как он у нас на станке будет смотреться так переходим к станку в общем вот мой старый резцедержатель родной часто вопросы дают вроде как штура если содержать не родной ребята еще раз повторюсь станок у меня ты не тв-16 это чех мн-80 а фирма тос поэтому для него вот такой раз содержатель это родной вот у того 16 его пропиленные базы здесь так сделано так его снимаем вот здесь шпилька на 10 здесь кстати такая вот звездочка и торчит такой гуженчик который фиксирует в определенных положениях для содержать шпилька на 10 все вроде бы хорошо но она коротковато то есть сюда он убивается без каких-либо люфтов но она короткая вот поднимать его этот как раз гуженчик нужно будет его убрать он попружиненный и сюда нужно будет изготовить новую шпильку вот ну и возможно эту же ручку и присандалить на эту шпильку посмотрим как будет это будет вот ну и получается таким вот образом одевается у нас кассета фиксируется ну и сюда можно какой-нибудь резечек ну соответственно здесь место на валом и под опускание резца и поворачивается он без проблем вот ну и как бы есть еще куда опустить он уже и так сейчас ниже центра настроен но еще есть небольшой запас то есть в принципе можно резцы с большей державкой то есть 12 на 12 наверное я думаю тоже подойдут вот ну так вот будет это все дело выглядеть сюда можно будет устанавливать на эту сторону кассету для расточного резца также поворот есть в общем надеюсь что теперь все будет нормально работать это замучился я искать в общем эти перисодержатели ну вот наконец-то нашел подходящий короче говоря для того 16 подойдет 250 30 такой вот до этого у меня был 250 100 он был великоват а этот судя по всему самый раз так ну что ж подытожим ссылочку я на него оставлю под видео на этом наверное все всем спасибо за внимание всем пока пока